всем привет дорогие друзья любопытный вопрос элементы этого вопроса мы уже так или иначе затрагивали но в этот раз вопрос задан с неожиданно другой стороны и постараюсь на него сегодня ответить вопрос задали две недели назад как очистить усилить энергию если она слабая ну и самое важное и как понять силу своей энергии из тех ситуаций с тех жизненных обстоятельств которые у нас есть в нашем окружении из нашей личной жизни каким же образом можно понять силу своей энергии естественно по проявлению смотрите признаком наличия сильной энергетики является исполнение желаний и контроль судьбы то есть ваши намерения ваши как бы намерения воплощаются в жизнь и ваша судьба она развивается в соответствии с теми задумками которые которые вы вложили в свою свои стремления свои идеалы то есть это происходит естественным образом все все это зависит от энергии если контроля нету контроля судьбы да что значит потеря контроля судьбы это значит в судьбе начинают происходить ситуации которые не стандартно для нашей жизни либо резкие развороты в нашей судьбе допустим все было хорошо 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 а потом вдруг хлоп и что-то разрушилось и мы начинаем там хвататься за голову да вот это есть потеря контроля таких ситуаций происходит у многих людей очень часто чаще всего чаще всего это происходит когда мы будучи детьми мы рождаемся с более менее хорошим энергетическим потенциалом ну так или иначе родители нас всегда половинят вот учитывая то что родители наши не очень честно чистые не очень честные и ведут не совсем благостный образ жизни дети естественно свой потенциал тратят мягко говоря на выживание на свое собственное выживание но были бы родители более менее хорошие дети бы жили но привносили весь свой потенциал который им необходим для жизни в полной мере а так конечно они нас жестко немножко так портят и представьте себе нам сколько 18 18 20 лет да и мы часто совершаем глупые поступки какие-то наркотические допустим зависимости которые проявляются в нашей жизни алкоголизм в легкой форме да то есть как когда все это начинается конечно юности будучи юными да все стремятся чего-то где-то попробовать вот там же происходит очень большое количество драк особенно у мальчиков да вот драки и ссоры между парнями между мальчишками они тоже очень сильно сказываются да это всегда большой стресс это всегда удар по судьбе ребенка потому что все это происходит без какой-то подготовки да то есть наши родители особо-то нас не забыла не готовят к жизни относительно того чтобы мы были готовы справляться с такими вот разворотами да судьбе нас не готовят родители не не рассказывают чаще всего и нам приходится выживать и часто мы выживаем методом пробы ошибок причем это относится ко всем вариантам да то есть кто-то попробовал сигарету допустим и не стал курить а кто-то попробовал ему понравилось кто-то вот я например выкурил будучи юношей одну единственную сигарету минуты минут пять наверное стоял думал что в этом интересного какой же какой же должен быть интерес к тому чтобы вдыхать этот дым чтобы тебя дым изо рта шел чтобы это вот какой-то гарь гарь как из печи у тебя изо рта шел да не гарь а вот этот запах ну гарь да вот довольно не такой ну я вот будучи мальчишкой я этого не понял хотя меня друзья там да давай покури там стань мужиком там все такое вот ну попробовал на крыше еще стояли там угостили меня сигаретой выкурил не понял я тут это была моя единственная сигарета больше ничего да там естественно было бы были и с парнями там какие-то пьянки пацанские какие-то с драками причем да и впоследствии когда я медитации так или иначе сталкивался с этими ситуациями с воспоминаниями я видел что очень сильно разрушалась судьба в такие моменты хотя казалось бы да жизненных сил много энергии много но мы находимся в таком эмоционально задиристом состоянии что на это внимание не обращаем и вот когда происходят такие конфликтные ситуации когда происходят какие-то ситуации связанные с за употреблением наркотиков кто-то еще и преступления совершает да вот сюда же можно привнести и интимные отношения да там хорошо если там девушка или девочка там была там относительно чистой вот а если нарвался на какую-то как с низкой социальной ответственностью да вот и у нее там багаж и ты там стал частью этого багажа и ну это просто да вот это на всю жизнь вот эти вот элементы они впоследствии очень сильно подавляют энергию нашу да то есть они по сути ну грубо говоря там половинят половинят каждая такая да и мы в результате допустим к каким-то годам мы замечаем что у нас чего-то не хватает вроде как тут все было а тут уже ничего нету и это действительно это признак потери энергии если делать перепросмотр технику перепросмотре или активно заниматься йогой энергия возвращается с помощью йоги но немножко по-другому и немножко дольше вот но у йоги свои плюсы у перепросмотра тоже свои плюсы я рекомендую как бы делать и те и те практики вот они действительно возвращают очень большое количество энергии и эту же энергию усиливают вот и так же очень хорошо очищается ум перепросмотр действительно очень хорошо очищает ум по крайней мере на моем на своей практике я это могу подтвердить что происходит восстановление таких вот пластов нашего ума потому что первое что приходит по сути в негодность в состоянии осквернения это наш ум и воздействие также через от нечистых существ от ложной информации любая информация кстати несет за собой энергию обязательно и потребляя ту или иную информацию телевидение, новости мы пропитываемся этой информацией казалось бы мы просто посмотрели новости но на духовном плане когда мы смотрим мы видим как этой энергией как бы пропитывается наш ум если энергия не чистая он приходит в состоянии осквернения чем больше осквернения тем больше более будем мы ну как это выразить поймем в чем не глуповатыми а неразборчивыми в своей жизни будет потеряна мудрость а без мудрости мы не сможем срешать поступки правильным образом мы начнем где-то тормозить где-то тупить может быть грубо конечно но вот такой вот элемент есть и это связано с потерей энергии существуют признаки потери энергии в состоянии сновидений когда мы не контролируем наши это тоже первый признак потери энергии то есть если наши сны мы не контрольруем это значит либо энергия находится в состоянии осквернения либо мы утратили часть нашเอеренния либо вот утратили к ней связь по сути это одно и то же Но можно назвать это по-разному, но принцип здесь один и тот же. Так что причин довольно много. В сновидениях также можно замечать, когда мы тратим наши жизненные силы, когда нас что-то крадут, забирают, отнимают, когда нас кто-то к чему-то принуждает. Это также является признаком того, что мы не обладаем контролем. И наша энергетическая, скажем так, наша энергия, наша сила, она находится в таком весьма плачевном состоянии. Вообще по состоянию сну можно очень-очень, да все можно сказать и человеке. Вот обычно выслушивая, допустим, чье-то мистическое сновидение, я кроме того, что объясняю его, я понимаю, на каком уровне находится сам человек. При этом я не говорю о том, что да, вот вы находитесь на таком-то, таком-то уровне, но чтобы... часто это бывает не самое лучшее состояние. Чтобы не обижать, помалкиваю. Вот. Но в целом по состоянию снов очень-очень многое можно сказать. Да, те образы, те состояния, те переживания, насколько длинный сон, да, чем больше энергии, тем длиннее сны, тем ярче сны, вот, тем более они осознаны, тем более контроль и управление над нашими снами, чем более в воскверненном состоянии энергии находится, тем меньше контроля, тем больше каких-то проблем, препятствий, и сны становятся короткими, темными, черно-белыми, а потом пропадают вообще. Состояние, когда мы не видим снов, это является состоянием, которое указывает на проблемность в нашей судьбе. То есть люди, которые не видят снов, это... такие люди совершенно не контролируют свою судьбу, и их судьба развивается просто как поток кармы. И йога говорит в этом случае, что йог должен научиться управлять своей судьбой, своими энергиями, потоками карм, вот. Потому что вот такое вот безвольное состояние – это всегда проблема. Мы можем не признавать, но от этого проблема не уменьшится. Мы можем это не видеть, но это никогда не перестанет быть проблемой. Мы можем сказать, что я в это не верю, это не работает, но это будет работать. Потому что это законы, на основе которых существует вся Вселенная. Эти законы нельзя отменить. Если они отменятся, человечество просто не станет. Вот. Иногда говорят, что можно там что-то отменить, и так далее. Это невозможно, друзья мои. Но как бы, по соответствии с этим законом, существует вся Вселенная. Если отменить, допустим, эти законы, все исчезнет. Вот. Поэтому, как бы, есть такие вот элементы. Когда энергии много, я эти элементы довольно часто рассматриваю. Больше видео смотрите про чакры, про энергии. По названиям там можно легко понять, о чем само видео. Хотя во многих роликах, конечно, смешанные такие темы. Там иногда рассматривается сразу одна тема, допустим, и 5-6 под тем. Да? Раскрываются какие-то иные аспекты. Поэтому рекомендую, друзья, пересматривайте ролики. Чем больше посмотрите, тем больше вы будете, как бы это сказать, в большем... Как бы это выразить? Сейчас, секунду. Тем более искушенными, что ли, вы будете в плане знаний, связанных с параллельными измерениями. Вот. Искушенными не значит искушение, а искушенными значит более мудрыми и опытными. Вот так вот. Это действительно опыт. Расскажу видение для примера. Ну, чтобы мы понимали, почему важно делиться духовным опытом. Ну, конечно, если вы находитесь на определенном уровне развития. Потому что многие люди, когда рассказывают, они просто оскверняют свой опыт и теряют свои достижения. Бывает, и у меня это такое, но я умею восстанавливаться. В большинстве случаев люди не умеют восстанавливаться. То есть, если я, к примеру, даже просто ничего не делаю, я все равно постепенно восстанавливаюсь. Стоит мне там на 2-3-4 дня пропасть из эфира, и, соответственно, я довольно быстро восстанавливаюсь, и это не проблема. Но люди в большинстве своем даже не понимают, о чем идет речь. Что значит восстановиться? Вот этот вот элемент. Ну, и мы сейчас не будем это оговаривать. Но так или иначе, когда мы делимся такими вот мистическими историями, духовным опытом, мы, как бы, условно говоря, раскрываем для внешнего слушателя особую часть своего внутреннего пространства, связанного с духовными измерениями. И когда люди умом прикасаются, то есть, выслушивают, анализируют, пытаются понять. Кто-то, я слышал, ребята даже по несколько раз пересматривают ролики, чтобы усвоить. То есть, все это работает таким образом, что мы тот опыт, который озвучивается, мы к нему прикасаясь, мы таким образом, с одной стороны, заряжаемся, с другой стороны, создаем предпосылки, чтобы на нашем духовном пути впоследствии проявилось подобное духовное развитие. То есть, эта самая ситуация не проявится, но путь духовного развития подобный можно будет пройти. На самом деле, это как благословение. Да, это вот Даршин, можно сказать. То есть, когда, в особенности, если это связано с божествами, если это какие-то откровения, это всегда благословение, друзья. Потому что, вот эти вот истории, ну, представьте себе, я, допустим, у меня было несколько видений, связанных с Джаганатхой, с Венкатешварой. Да, я о них рассказываю. И, естественно, то благословение, которое я получил, я их раскрываю для, по сути, для всеобщего обозрения. Если человек находится в чистом, искреннем состоянии, он также может прикоснуться к этим энергиям, к этим благословениям. Эти благословения также на него будут работать. И этот путь, он так, по сути, и работает. Да, он не работает для тех людей, которые находятся в нечистом состоянии. Причем это тоже автоматически происходит. Я, как бы, не особо стараюсь бороться с, допустим, есть люди, которые, ну, не совсем, наверное, понимают, о чем идет речь. И они, попадая случайно на канал, они начинают писать там или глупости какие-то говорить. Но я в то же самое время понимаю, что у человека нет знаний, что смысл. Да, он сейчас случайно сюда попал, он там, ну, не придет сюда больше. Да, там, или через полгода придет. А бывает такое, что человек заскакивает случайно, почитал, посмотрел, спустя какое-то время, его долго нет, потом он приходит уже с совершенно другим мнением, да, то есть какой-то процесс соприкосновения с духовными энергиями произошел, его зацепило, он понял, что да, 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 это серьезные вещи. Да, это сложно, да, это не сразу понимается, но это работает. Это реально ценные вещи. И вот многие так, да, и я часто такие истории рассказываю. Вот это и есть способность посредством того же самого видеоролика делиться не просто знаниями, а еще и передавать вот тот бесценный опыт, передавать силу тех духовных благословений. Потеряю ли я эти благословения? Нет, ни в коем случае. Вот. Они всегда остаются как бы со мной. Да, еще раз хочу сказать, что частенько энергия воскверняется, вот, когда я там расскажу что-нибудь для кого-то болезненное, вот, и начинают там какие-то недобрые комментарии писать, вот, всякие непонятные люди, вот. Но потом все это проходит и все нормально, собственно. Вот в моем случае это так работает. Но я всегда не рекомендую делиться, друзья, вот. Делиться можно только лишь с ограниченным количеством людей, которым вы доверяете, в частности, в Писании говорится, что можно делиться с гуру, с духовным учителем. Если у вас есть учитель, то с ним можно. По крайней мере, как бы он еще и даст какие-то советы, комментарии, объяснит то, что непонятно, вот, и так далее. И я сегодня расскажу, каким именно образом это работает, как работает энергия, вот, как проявляется энергия, собственно, вы поймете, да, на данном примере, в сильном состоянии, как проявляется в слабом состоянии. Какое-то время назад, медитируя рано утром, у меня было видение такое интересное. Я увидел довольно большое пространство, в котором находились какие-то городские застройки. Ну, что-то наподобие одного из городов, допустим, бывшего из Советского Союза. То есть, они же типажные все, да, квадратные панельки, кирпичные здания и так далее. И вот я увидел в таком, знаете, в предрассветной темноте вот эти вот здания, которые начинают вырисовываться, ну, было очень-очень темно, очень темно. И в этих домах находилось большое количество людей. И прямо напротив меня в какой-то момент я обратил внимание, что происходит непонятное шевеление. Знаете, как будто бы это все происходило в медитации, начитывая мантру, да, я увидел этот элемент. И все виделось, как будто бы из такой предрассветной тьмы двигаются какие-то полусонные тени в этом, да, в этой вот, как вот, знаете, ночью там люди ходят иногда, да, и видно так слабенькое движение. И вот я видел такое движение, и видел, как из этой тьмы, причем в состоянии света, вот как бы из тьмы, не было, не было какой-то границы, но из этой тьмы ко мне, по крайней мере, относительно меня, вышел сначала силуэт, но причем он не, 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 даже не вышел, не вышла, это, это женский силуэт, это женщина была. Вот, точнее, она вывалилась. Она каким-то образом, боком, в состоянии такого полупадения, просто вывалилась из этой тьмы, встала, и я смотрел на нее, и она была в таком, знаете, довольно мрачном, темном состоянии. И у нее были определенные признаки, на которые я обратил внимание, вот, но чего-то далее не происходило, да, то есть она не стала со мной разговаривать, она не стала там какие-то там, может быть, вопросы задавать, да, я просто видел темный силуэт, я понимал, что это женский силуэт, она была определенного роста, она в определенной комплектации была, вот, тем же самым днем, да, давайте я сразу объясню, вот этот вот элемент, когда астральное тело вывалилось из какого-то темного пространства, это был тот самый момент пробуждения, когда человек, по всей видимости, зайдя на канал, посмотрел один, два, три, пять, может, видео, и они его зацепили, но само по себе вот это цепляние произошло, потому что я стараюсь делиться действительно мистическим опытом, связанным с реальными духовными силами, эти духовные силы работают, и вот, учитывая то, что, ну, впоследствии оказалось, что она принадлежит к одной духовной традиции, вот, и у нее на этой почве как бы срезонировало, да, но для какого-то внутреннего пробуждения не хватало сил, и она таким образом, столкнувшись с видеороликами, в ней что-то внутри развернулось совершенно по-другому, и вот это видение указывало на пробуждение астрального тела, то есть, опять-таки, все происходит через внутреннее пространство, не через внешнее, да, то есть, многие люди пытаются там заставить, убедить людей посредством ума, но на самом деле все происходит на астральных планах, на астральном мире, на уровне астрального мира, вот, в данном случае данное видение подчеркивает это. Потом же, где-то в 3 часа или 4 часа вечера я, ой, ну, днем это, да, 3 часа, это же днем, где-то чуть, там, за полдень, я также немного медитировал, и было следующее видение тоже. Я обратил внимание, как уже подобным образом, также напротив меня из пространства вышел женский облик, который я сразу узнал. И я узнал тот самый силуэт, который я видел во тьме рано утром, во время медитации. Но теперь она вышла полностью состоящей из, ну, то есть, в более-менее ярком состоянии, в светлом состоянии, да, вот. И я понял, что это живой человек, да, то есть, это не просто астральное тело, потому что это могло быть астральным телом и какого-то духа умертвого, и какого-то, может, даже демонической личности, нет. Узнав тот же самый силуэт, увидев этот, силуэт этой женщины, да, я понял, что в ней действительно как-то срезонировало, и происходит какое-то такое вот, я бы назвал это, условно говоря, пробуждение. И когда она вышла опять-таки из пространства, причем справа налево, шла в мою сторону, и в какой-то момент, если я до этого увидел, как выходит человеческая личность, впоследствии, когда она прошла, я видел, как от нее начал интенсивно сиять свет, причем во все стороны, у нее проявилась восьмирукая форма Божественной Матери. И в какой-то момент я понял, ну, я увидел именно тот самый момент пробуждения, духовного пробуждения, когда человек начинает постепенно просыпаться и пробуждаться от тех карм Кали-юги, в которых мы все, по сути, варимся. Вот такие, да, то есть, учитывая то, что я записываю ролики, связанные с традицией индуизма, рассказываю о трансцендентном мистическом опыте, этот опыт оказывает благостное воздействие на духовные тела людей и помогает им пробуждаться. В данном случае у этой подписчицы были внутренние особые состояния, скорее всего, в прошлых воплощениях она следовала традиции какой-то богини, традиции индуизма, и ее астральное тело обрело такую форму. Либо она является частью Божественной Матери. Не могу здесь сказать, потому что, да, но это еще было не все. И уже под вечер в ВК ко мне добавились несколько человек, и, что самое удивительное, среди этих людей я увидел тот самый силуэт, который я видел рано утром. Это была женщина, как я сказал, она принадлежала к одной традиции, духовной традиции. И что самое интересное, я как бы не стал этого рассказывать, не стал поднимать тему. Обычно человек, если не спрашивает, я как бы не навязываюсь. общения как бы не было, я бы так по фотографиям понял, в какой традиции она находится, в какой духовной традиции находится. Причем, ну ладно, это такой нюанс. Там все связано опять-таки с Индией, с индуизмом, с Востоком. И в этой жизни она также следует этой традиции. То есть она тоже в Айшнаве. Но удивительно было, что астральное тело, двойник ее спал до этого времени. Хотя на Вайшнаве, как я понял, судя по фотографиям, лет, наверное, 10-12. А может даже и больше. То есть она преданной является. Писать не стал. Не навязываюсь, потому что такая тема. Вот на данном примере я хотел показать, как происходит пробуждение энергии, как происходит проявление возможных каких-то кармических связей из прошлой жизни. Потому что все люди, с которыми мы общаемся, так или иначе у нас с ними есть какая-то связь. Эта связь может духовной быть, эта связь может быть материальной, эта связь может быть какой-то временной, но она в любом случае есть. На данном примере я постарался показать, что такое слабая энергетика, как она пробуждается, как она переходит в состояние, когда мы действительно выглядим как в форме даже Божественной Матери. А, собственно, первая часть этого вопроса, как очистить и усилить энергию. Ну, ответ довольно очевидный. Духовная практика. Других способов нет. Соответственно, практику... Ну, я всегда рекомендую практику выбирать, традиции индуизма, потому что там быстро, надежно, уверенно. Другие традиции я не рекомендую, потому что я не эксперт, не могу высказать свое мнение в этом направлении. Здесь в йоге, в индуизме я много чего понимаю, могу подсказать, объяснить и так далее. Все другие, это, наверное, уже обращаться... Соответственно, если там, допустим, кто-то предложит христианство, то к священникам нужно идти, и так далее. Ну, поняли идею, да? То есть к тем людям, которые находятся в такой-то, такой-то традиции. Как очистить и усилить энергию, я описываю очень часто в роликах, поэтому смотрите, учитесь. Прикреплю еще в начале этого, в комментариях, ролик, в котором объясню, с чего начинать духовную практику, как начинать ее, на что нужно обращать внимание и так далее. Все, всем спасибо. Пока-пока.